В эфире программа День города в студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Больше никаких чемпионов. Детский спортивный лагерь Олимп под угрозой закрытия. Автобус, электричка, грузовик. Рязанского подростка искали 4 дня. И рязанские пенсионеры успешно осваивают английский язык. В Рязанской спортивной школе Олимпийц на протяжении многих лет готовят спортсмены в погребле. Здесь занимаются как любители, так и настоящие профессионалы. Спортсмены даже входят в Олимпийский резерв страны. Но сегодня их спортивная карьера оказалась под угрозой. Подробности в репортаже Валерия Седова. Ярлинеков Роман, член основной сборной России по каноэ, неоднократный победитель чемпионата России по марафону, финалист чемпионата мира и Кубка Европы, занимается греблей еще со школы. Тренировки гребцов разнообразны. Включают самую разную подготовку и требуют выносливости, силы ловкости. Поэтому зимой гребцы занимаются в зале и бегают на лыжах. Таким образом они готовятся к основному для своего вида спорта сезону – летнему. В Рязани, главной кузнецей гребцов-профессионалов, долгие годы был лагерь «Олимп» в Спаск-Рязанском. Для нас как-то более близко это «Олимп» в Спаске. Спаска – это то место, где, можно сказать, прошли мои лучшие годы. То есть там было все, и вода с безграничными возможностями. То есть можно накатать очень большой объем, проделать любую работу, никому не мешать, проводить беговые тренировки, то есть там поля, холмы, горы. Несмотря на то, что здесь, в этом лагере, подготовлен не один чемпион, сейчас «Олимп» находится под угрозой закрытия. В этой школе подготовлен участник Олимпийских игр, финалист Олимпийских игр Рио Луканцов Евгений. В этой школе подготовлен, в отделении в этом подготовлен, Кананюк Артем, бронзовый призер чемпионата мира, призер бронзового чемпионата Европы и многопобедитель первенства Европы и мира Гусев Олег. Также и много-много других талантливых детей. Открывшись в 1979 году, лагерь после распада Советского Союза отошел частным профсоюзом, который его и финансирует. Но с недавнего времени это стало невыгодно, и его владелец принял решение о продаже лагеря и дальнейшем закрытии. Этим обеспокоен тренерский состав. Ведь гребля – сезонный вид спорта. Вода для гребцов – это самое главное. Именно в Спас-Кризанском существует самая протяженная водная дистанция для тренировки. Здесь проходили всесоюзные соревнования, всероссийские соревнования. Поэтому нам очень дорог лагерь. И мы надеемся, что наша администрация, которая сейчас борется за это, надеемся, что все-таки решит в положительную сторону. И мы своим выступлением хотим просто помочь им, для того, чтобы осуществилась наша мечта. Тренерский состав обращался с этой проблемой к министру физической культуры и спорт Рязанской области, обеспокоенный вопросом закрытия лагеря и родителей юных спортсменов. И поэтому Олимп – это то место, которое нам очень нужно, за которое мы сейчас ведем борьбу. Мы объединились с родителями. И мы стараемся, чтобы этот лагерь все-таки был приобретен для нас. Причем важно, чтобы он был приобретен именно для Олимпийца. Чтобы не было потом никаких преград, чтобы не было уже больше никаких проблем. Чтобы, конечно, он был приведен в соответствие, чтобы наши дети, и не только наши дети, может, наши внуки могли туда ездить. И славу рязанских грибцов достойно продолжать и нести. Вопрос о покупке лагеря обстоит сейчас как никогда остро. Лагерь Олимп не имеет дотации от государства и находится на собственном хозяйственном обеспечении. Решение было принято, чтобы он не действовал, закрытие его и предлагает снова администрации города, министерство спорта нашей Рязанской области ее выкупить. Если это не будет, произойдет, мне очень жаль. Журналисты телекомпании «Город» отправили запрос в областное правительство с целью узнать дальнейшую судьбу спортивного лагеря. В ответе говорится о том, что момент покупки лагеря только на стадии проработки. От других комментариев чиновники отказались. Поэтому проблема места тренировок, а также спортивная карьера будущих чемпионов нашего края остаются под вопросом. Сбежавшую из больницы 14-летнюю Рязанку искали четверо суток и нашли в Москве, откуда она собиралась уехать в Санкт-Петербург. Ее искали следователи, полицейские, волонтеры, неравнодушные рязанцы. По дороге из Москвы в Санкт-Петербург автобус, на котором ехала девочка, сломался. Аня подняла панику, требуя, чтобы ее вернули обратно в Москву. Полицейским удалось отследить и пресечь попытку Анны Тарсуковой на автобусе уехать из Москвы в Санкт-Петербург. Сотрудники полиции связались с водителем грузовика, на котором Анна возвращалась в Москву. Но девочка во время остановки на светофоре сбежала из кабины автомашины. Позже полицейским удалось установить людей, с которыми Анна случайно познакомилась в Москве. И несмотря на то, что девочка приложила множество усилий, чтобы скрыться, вечером, 20 февраля, сотрудники полиции разыскали Анну Тарсукову у станции метро на окраине столицы. Сейчас Анна Тарсукова помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей города Москвы, откуда с родителями будет отправлено в Рязань. Госавтоинспекция предупредила рязанских водителей об ухудшении погодных условий и попросила автолюбителей быть предельно внимательными на дороге. Тем временем мощный оттепель, дождь, лужи талой воды и потемневший снег создали ощущение ранней весны. Но что это? Очередной фокус погоды? Или просто обычный зимний оттепель? Попробуем узнать у синоптиков. Масленичная неделя началась и скоро будет пора провожать зиму. А погода в нашем регионе обережает календарь более чем на месяц и соответствует последней пятидневке марта. Всю неделю погода по-прежнему будет неустойчивой, ветреной, с осадками и гололедицей на дорогах. А температура воздуха будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму на 6 градусов. Завтра синоптики обещают облачную погоду с традиционными уже осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедицей и сильным порывистым ветром. Ночью в Рязани 0,2, днем от 0 до 2 градусов тепла. В главный мужской праздник немного похолодает и, возможно, покажется солнце. В праздничный день 23 февраля также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в том же виде снег, мокрый снег, приходящий в дождь и морость. На дорогах гололедица, ветер ночью слабый, днем уже порывистый. Температура воздуха ночью опустится до минус 4, минус 9 градусов. В Рязани минус 6, минус 8. В выходные дни осадки сохранятся. Преобладающая температура ночью минус 3, минус 8, днем минус 2, плюс 3. В прошлом году весна началась в феврале, а весь месяц господствовала оттепельная погода. Но потом весна передумала и остановилась надолго. С февраля по апрель в природе ничего не менялось. Неизвестно, удастся ли обмануть календарь на этот раз, но пока весна. Пока интенсивный западный перенос работает на весну. До конца февраля погода останется преимущественно оттепельной. Но по климату впереди еще почти месяц зимы. Только в конце марта возвращающийся из южного полушария солнце дает основание для устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль к положительным значениям. Но атмосферные процессы могут либо приблизить, либо отдалить смену сезона. Знание языков считается одним из самых важных современных навыков. В 2020 году сдавать ЕГЭ по английскому языку придется каждому школьнику. Однако стремление к саморазвитию есть не только у детей. В Рязани работает клуб любителей английского для пенсионеров. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Это не просто кружок английского языка. Здесь азы другой культуры постигают дедушки и бабушки. 12 активных пенсионеров учатся разговаривать, осваивают грамматику и правильное произношение. База знаний у всех разная, поэтому начать решили со снов. Валентина Шулева учила язык еще в школе и даже хотела стать переводчиком. Но не сложилось. Выйдя на пенсию, она начала путешествовать вместе с подругой. А чтобы понимать своих новых знакомых, с удовольствием решила вспомнить иностранный язык. Хочется этим заниматься. Я утром встаю, включаю ноутбук, слушаю английские песни, слушаю английское произношение. И вот прям так увлеклась, что хочу продолжать. За плечами пенсионеров уже два года тренировок. Но занимались с ними не действующие учителя, а сверстники. Сейчас клуб вышел на новый уровень. Уже пять занятий для них провели студенты и преподаватели института третьего возраста. Программу скорректировали под специфику и мотивацию слушателей. Это именно та база, которая нужна, ну, пожалуй, любому человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно в каких-то коммуникативных ситуациях, в которых сейчас мы оказываемся очень часто. Путешествуем за границей, что-то хотели почитать, какие-то вывески. Помочь внукам, наконец-то, сделать, может быть, домашнее задание по иностранному языку. Здесь все как на обычных курсах. Преподаватель объясняет тему, ее отрабатывают на конкретных упражнениях. Общаться стараются на английском языке, чтобы уже с первых занятий привыкать к мелодию и звучанию новые речи. Однако от домашних заданий их никто не освобождал. Ведь именно самостоятельные тренировки – залог успешного изучения. Не помехой для знаний становится и возраст. Самой опытной ученице уже около 80 лет. Любой человек должен знать хотя бы еще один язык. Я в своей жизни, ну, русский – это мой родной язык, много жила и училась на Украине. Я, во всяком случае, не имею практики, но могу понять и сказать по-украински, общаться. А английский – это моя давнишняя мечта. Стремление к развитию и открытию неизвестного, общение со сверстниками и хобби, которое может быть полезно. У этих энергичных и молодых душей людей есть чему поучиться. Рязанские полицейские пресекли деятельность наркопритона, расположенного на улице Советской Армии. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Подробно расскажет Валерий Седов. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области пресекли деятельность наркопритона. Оперативники получили информацию, что в одном из домов Рязани на улице Советской Армии собираются подозрительные люди. В ходе проверки полицейские выяснили, что в жилище организован наркопритон. В рамках спецопераций оперативники задержали 35-летнего хозяина и двух его посетителей. Что вы делали в этой квартире? Употреблял наркотики. С какой стороны вы находитесь, Армадьевич? Употреблял наркотики. По предварительным данным, мужчина в последнее время организовал в своем доме притон для употребления наркотических средств синтетического происхождения. Злоумышленник прибегал к различным мерам конспирации, но бдительные соседи заметили подозрительную активность и сообщили полицейским. В рамках досмотра помещения наркопритона полицейские обнаружили приспособление для употребления наркотических средств. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Наистарейший Рязанский туристический клуб отмечает в этом году полувековой юбилей. Праздничные мероприятия стартуют уже в эти выходные. Подробно расскажет Ирина Ковалева. Альтаир – это самая яркая звезда в созвездии Орла, считающаяся звездой влюбленных и романтиков. Именно в ее честь и был назван туристический клуб, который сегодня по праву считается одним из старейших студенческих объединений Рязани. Он был организован около 50 лет назад при Рязанском государственном радиотехническом университете. О том, как это было, вспоминают те, кто стоял у истоков. 50 лет назад в Сельцах, это там, где полигоны нашего десантного училища, в этом изумительном месте был знаменитый слет в Сельцах. И, значит, там мы еще впервые вот с этим названием объявились, Альтаир, никто нас не знал. Это грандиозный был слет. Заняли мы второе место, все сразу заметили нашу веселую, дружную такую мобильную команду. Официальным днем рождения клуба считается 9 мая 1967 года. В советское время в Альтаире было подготовлено не один десяток мастеров спорта и кандидатов в мастера, сотни разрядников. Членами клуба совершалось за сезон до 75 категорийных походов, о которых до сих пор вспоминают первые альтаировцы. Я с ними пошла, как руководитель четвертой категории, на сборы на тяньшань. И там воля и судя, все это было по месту немножко непредсказуемо. Ну, в общем, вот мою группу там, товарищ один из Москвы, куратор всех этих сборов, послал на один очень крутой перевал, по тем временам крутейший перевал. Вы сходите, посмотрите, что к чему, почему. Ну, когда мы поднялись на этот перевал, там была такая метель, два раза поднималась. И, в общем, у меня уже стоял вопрос так, мне надо было остаться живыми. Вот. И для того, чтобы остаться живыми, мы спустились через перевал, на ту сторону. Ну, а дальше мы пять дней выходили к людям. Сегодня подрастает достойное поколение молодых людей, которые с энтузиазмом продолжают дело, начатое еще в советские времена. Ну, а в связи с приближающимся юбилеем запланировано множество мероприятий. И первый из них состоится в День защитников Отечества. Буквально на днях, 23 февраля, значит, в День защитников Отечества у нас пробег в Сельце, там, где мы родились. Это с Константинова несколько десятков, вот и молодежь, и звездники, и нынешние Альтаиры, и звездники, и ветераны. Вот у нас туда, значит, будет пробег, туда-обратно. Это 20 километров. Ну, а традиционный юбилейный слет туристического клуба, как обычно, пройдет в мае этого года. По словам тех, с кого все начиналось, Альтаир – это в первую очередь школа жизни, через которую прошло уже не одно поколение. И будем надеяться, что его деятельность будет продолжаться, разжигая в молодых сердцах интерес к окружающему миру и любовь к родине. В Рязгому стартовало открытое первенство города по плаванию «Веселый дельфин». Юные спортсмены смогут испытать свои силы в бассейне медуниверситета, который внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. Далее Марина Комиссарова. Бассейн «Аквамед» уже привычно стал площадкой для соревнований самого разного уровня. Удобный, современный, с хорошими техническими характеристиками. Его полюбили и взрослые, и юные спортсмены из разных регионов. Наш бассейн очень часто принимает соревнования различного уровня, и региональный, и всероссийского уровня. Наш бассейн оборудован всем необходимым для проведения этих соревнований. И система хронотража, и бассейн, стандартные дорожки, все подходит для проведения соревнований. В частности, осенью здесь, в Рязани, в «Аквамеде» прошли крупные соревнования среди медицинских вузов страны. Это был чемпионат среди медицинских и фармацевтических вузов в России. Среди студентов проводился он впервые за очень большой период. И наша команда смогла из очень большого количества участников занять общекомандное пятое место. То есть это очень хороший результат для нашей команды. Сегодня же здесь стартовало открытое первенство города по плаванию среди детских и юношеских спортивных школ «Веселый дельфин». Соревнования считаются отборочным этапом всероссийских состязаний. Радует то, что в нашем регионе детей, которые занимаются плаванием, становится больше и больше. Это благодаря тому, что и бассейнов, и спортивных хоков в регионе становится больше. Сегодня соревнования, которые уже имеют большую традицию, более 50 лет, в стране нашей проводится, идет отбор. Соревнования имеют большую историю более 50 лет. В нашем регионе проводится сегодня отбор для того, чтобы в апреле месяце представить наш регион в количестве 16 детей в Санкт-Петербурге на финале соревнований «Веселый дельфин». Соревнования подобного отборочного уровня, согласно положению, могут проходить только на базах спортивных сооружений, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта. В этом году открытое первенство «Веселый дельфин» вновь принимает 25-метровый бассейн «Аквамед» Рязанского государственного медуниверситета. По итогам финальных заплывов будет сформирована сборная команда, которая представит Рязань в конце апреля в Санкт-Петербурге. Участники – воспитанники детских, юношеских спортивных школ региона будут состязаться в двух группах. Первая группа – это юноши 2003-2004 года рождения и девушки 2005-2006 года рождения. А вторая группа – на год младше – юноши 2005-2006 года рождения и девушки 2007-2008 года рождения. В программе обязательные дистанции и дистанции по выбору личное место участника соревнований будет определяться по сумме набранных на дистанциях очков. На этом у меня все. Новости и другие программы моих коллег смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем вам хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok